Уважаемые товарищи, я называю вас всех товарищами, потому что мы все собравшиеся с вами единомышленники. Мы собрались сегодня, чтобы принять и выработать общее решение, стратегию и тактику совместного, так сказать, решения нашего с вами, как нам в дальнейшем быть. Прежде всего, нас не устраивает такое руководство города. У Киртаака хорошо проходят только праздники, потому что у него образование театральное. Это человек-шоумен, вот у него прекрасно получаются праздники. Быть хозяином города он не может. Народ буквально кипит от негодования. Терпение народа на исходе. Люди лишены всех социальных гарантий. Если в 2009 году социальную помощь получали все категории населения, это инвалиды, ветераны, 182 тысячи, то сейчас получают едва ли 35 тысяч человек. И то эта цифра не точна, она, по-моему, приблизительная. Сейчас никто не получает. На уничтожение. Как отработанный материал. И Киртуака принимает в этом самое непосредственное участие. Перекрывается информационное поле по радиоточке. У кого есть радиоточки, то люди пользуются. Это единственное, может быть, средство общения, получать информацию. Вы понимаете, абсолютно ничего нет на русском языке. Идет просто, только-только дают кратковременную информацию на румынском языке. То есть русскоязычное население практически лишено возможности получать какую-то информацию. С начала лета муниципальный совет никак не может войти в рабочее русло. То есть вы все являетесь свидетелями, что муниципальный совет у нас постоянно срывается заседание. То партия коммунистов срывает, встают, уходят. То, в общем-то, другие фракции не приходят. И таким образом нет рабочего нормального момента. Постоянно идет противостояние муниципального совета. Под ведомственное учреждение применения, это муниципальная комиссия по культуре и управлению архитектурой бездействует абсолютно. Сносятся памятники истории культуры, я уже повторяюсь. Продолжается незаконное строительство с нарушениями всех норм. Я немножко более подробно остановлюсь. Вот автомойка на Рыжкановке, вблизи улицы Бубновского, строят ее, несмотря на акции протестов, в которых и принимала я непосредственно участие. Вроде один период было приостановление этой стройки. Сейчас продолжается стройка, невзирая ни на что. А ведь это близость озера. Все сточные вот эти химически отравленные вот вещества, они будут попадать в это озеро. Можете себе представить, а в этом озере купаются люди и дети в летний период. В общем, беспрецедентные вещи происходят. Часовни на Рыжкановке, Шибко, по улице Диму-6. Там были снесены, спилены реликтовые деревья, сосны, красивые березы, липы. Без всякого разрешения началось строительство вот этой вот церквушки так называемой. Какому-то батюшке захотелось свой приход построить, не имея на то ни оснований, ни разрешительных документов. В данный момент как бы это все приостановлено, но, в общем-то, разрушается эта часовня от того, что котлован начали рыть в непосредственной близости. Щусева-52. Готовится строительство гостиницы на месте исторического памятника. Олега Русова, 18. Расширяет коммерческий центр Шапландия. Владельцы центра решили расширить его за счет пристройки, которую размещают прямо под окнами жителей. При этом нарушены права людей на придомовую территорию, и дом подвергается угрозе разрушения. Во многих квартирах идут очень большие трещины. Получено решение суда об остановке, пока при остановке этого строительства. И это несколько примеров. А в масштабах города можете себе представить, какой беспредел творится. Пока муниципальные советы примаре разбираются, страдает население, а город из зеленого культурного превращается в безликое нагромождение уродливых зданий. Товарищи, нужен ли нам такой примар? Нужен, можно ли его назвать примаром? Это бесхозник, это человек беспринципный, это человек, решающий только свои узкокорыстные какие-то задачи. Я думаю, что вывод у нас однозначен. Нам он не нужен. И чем быстрее мы с вами совместно так объединимся и примем нужное нам всем, городу нужное решение, тем быстрее, я думаю, что мы все вместе одареем эту проблему. Только все вместе.